СКАНДАЛ В НЕМЕЦКОЙ КОМПАНИИ ВАРКАД Банкротство и крах успешного финн-тех-стартапа На сегодняшний день немецкий финн-тех-стартап, выпускающий криптовалютную карту в сотрудничестве с JCB, International и Visa MasterCard, подали заявление на банкротство. Руководство компании объяснило радикальное решение тем, что ВАРКАД не платишь способно и обременно долгану. Как такое могло произойти с одной из самых влиятельных немецких компаний, которая еще недавно стоила 24 миллиарда долларов. Компания ВАРКАД появилась на немецком рынке в 1999 году и с тех пор считалась одной из самых перспективных европейских фирм технологического направления. ВАРКАД оказывала аналитические услуги, обрабатывала платежи физическим и юридическим лицам. Около 6 тысяч сотрудников компании работали в 26 странах мира. Еще только в 2018 году ВАРКАД заявила о доходах в размере 2,2 миллиарда долларов, что в 4 раза превышало показатели 2013 года. Такую новость хорошо восприняли инвесторы, что значительно отразилось на цене акций. В сентябре месяца 2018 года стоимость составляла 213 долларов. Этот месяц был для компании триумфальный, так как кроме роста стоимости акций ждал еще один приятный сюрприз. ВАРКАД обогнала в списке лучших немецких компаний Коммерцбанк и Дойчбанк. Капитализация компании на тот момент составляла 26,9 миллиарда долларов. По состоянию на 25.06.2020 акции компании ВАРКАД подешевели на 97,5%. Затихание истории успеха ВАРКАД началось еще в январе 2019 года. Сегодняшняя ситуация с ВАРКАД как бы подтверждает выражение, что дыма без огня не бывает. В январе прошлого года Financial Times написала о неполадках в фирме, о которых ей стало известно от инсайдеров. Тогда популярное издание сообщило, что ВАРКАД заключила серию подозрительных сделок в Сингапуре с задним числом и поделала отчетность. Немецкая фирма все отрицала. Власти Сингапура уверяли, что проведут расследование по этому факту. В тот период, с 30 января и по 15 января, акции компании упали на 40%. Немецкие же власти отреагировали на обвинения в Financial Times очень странно, начав проводить расследование не в отношении ВАРКАД, а в отношении тех, кто сообщил подобные новости, а также в отношении скептически настроенных инвесторов. Последние же утверждали, что компании грозит стремительное падение акции. Как показала история, инвесторы все-таки были правы. Стоит заметить, что вопросы о правдивости отчетности ВАРКАД возникали уже не в первый раз. Financial Times напоминала, что подозрения высказывались в 2008, в 2015 и в 2016 годах. И каждый раз компания объясняла подобные подозрения попытками манипулировать рынком. Начало конца ВАРКАД. В ходе аудиторской проверки ВАРКАД было выявлено недостачи на балансе компании в размере почти 2 миллиардов долларов. Совет директоров своим заявлением дал понять, что этих денег в принципе и не было. Ранее было попытки со стороны руководства оправдаться тем, что недостача суммы находится на Филиппинах. Но филиппинские ЦБ не подтвердили информацию о том, что 2 миллиарда долларов сумма составляла 32% заявленных активов компании хранилась на трастовых счетах в филиппинских банках. Как оказалось после, документы, в которых говорилось об этом, были поддельными. Этот факт был выявлен в ходе тщательных проверок филиппинскими контролерами. 23 июня директора компании Маркус Браун был арестован. На следующий день его выпустили под залог в размере 5,7 миллионов долларов. Прокуратура считает, что Браун намеренно завышал доходы фирмы и подделывал отчетность, пытаясь таким образом сделать компанию более привлекательным в глазах инвесторов. К слову, Маркус Браун является главой фирмы последние 18 лет. Что думают о скандале Вайкат специалисты? Преподаватель Мюнхенского технического университета Гюнтер Фридл не верит, что сама компания Вайкат не знала о дыре в бюджете в размере 2 миллиардов долларов. Такая сумма не может пропасть бесследно и не привлечь внимания собственных контролеров компании. По мнению специалиста, чтобы заметить пропажу, не обязательно ждать аудита. Его возмутила бездеальность контролеров Вайкат. Скандальная компания Вайкат отозвала опубликованные недавно финансовые отчеты за 2019 и первый квартал 2020 года, так как информация в них, по всей видимости, не отвечает действительности. Скандал в компании Вайкат. Последние новости. Как утверждает источник, близкий к переговорам с кредиторами, долг компании перед кредиторами составляет около 3,8 миллиардов долларов. 500 миллионов из этой суммы компания заняла у инвесторов на рынке облигаций, а 1,7 миллиардов у 15 банков. И вот спустя неделю после разгоревшегося скандала немецкий платежный гигант вынужден подать заявление о банкротстве, так как у него нет возможности рассчитаться по кредитам. Как скандал Вайкат отразился на работе портала Спешим вас успокоить. Мы работаем с платежными системами и необанками, которые не взаимодействуют с Вайкат. Компания была не так широко известна в мире, так как была ориентирована на немецкий и азиатский рынок. Поэтому наши специалисты предоставляют услуги по открытию счетов в надежных банках и платежных системах мира в прежнем режиме. Что собой представляет компания Вайкат Основанная финтех-компания в 1999 году. Фирма занимается оказанием финансовых услуг физическим и юридическим лицам, аналитикой данных. В 2018 году фирма вошла в 30-ку лучших немецких компаний. Ее рыночная стоимость в то время составляла 28 миллиардов долларов. Какие обвинения выдвигает немецкая компания Вайкат? В ходе аудиторской проверки в июне 2020 года было обнаружено недостача в размере 2 миллиардов долларов. Однако в предоставленных компаниях отчетах за 2019 и в первый квартал 2020 года ни о чем подобном речь не идет. Директора компании Вайкат обвиняют в раздутии выручки и баланса фирмы через поддельные транзакции с целью обмануть инвесторов. Чем закончился скандал вокруг компании Вайкат? По состоянию на 25.06.2020 года известно, что компания Вайкат решила подать заявление о банкротстве, так как у нее нет возможности рассчитаться с кредиторами ввиду неплатежеспособности. Долг перед кредиторами составляет около 4 миллиардов долларов.